Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алексей Чайчиц рассказал, какие девушки у него были до проекта. Парень путешествовал по миру и видел разных женщин. В Китае он прожил четыре года и за все эти четыре года у него была всего лишь одна китаянка – хорошая, добрая, приятная и воспитанная. После Алексей жил и работал в одиночестве по полгода, понимая, что он любит только русских женщин. В сети появились свежие фотографии Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа. Лилия Четрару снова страдает, она поняла, что не может простить Сергею Захарьяшу измены, а Сергей не страдает и заявляет, что у них все хорошо. Дима Дмитренко написал в соцсетях, что между ними с Машей Кохно ничего нет и быть не может, у него в сердце другой человек. Лиза Полыгалова опровергла информацию о том, что ее избил Иван Барзиков. У девушки просто пошла кровь из носа и она решила спросить у подписчиков совета, как ее остановить. Пока на поляне ребята гадают, сможет ли Роман Гриценко добиться расположения ведущей Ольги Бузовой или нет, а ведущий Влад Кадони даже пообещал сбрить волосы на голове и выполнить какое-нибудь желание Романа в том случае, если ему удастся стать мужем Бузовой. Парень медленно, но верно движется к своей цели. Ольга по-прежнему не дает конкретного ответа Гриценко и, видимо, не желая расставаться с молодым поклонником. Если раньше ведущая постоянно повторяла, что не сможет понять и простить того, кто предал, а у Романа были несколько неприятных моментов на кастинге, за которые ему до сих пор стыдны перед Олей, то теперь она начала относиться к Гриценко гораздо снисходительнее. Она даже призналась в том, что в последнее время испытывает от приезда на работу исключительно позитивные эмоции, что не может не радовать. Интересная новость с сайта шлок! Фил рассказал, почему он на самом деле покинул проект. Молодой человек заверил своих подписчиков в социальной сети в том, что отправился за ворота только по причине работы. Ему поступило выгодное предложение, от которого парень не смог отказаться, поэтому покинул дом 2. Многие зрители знают о том, что Валерия Фрост находится на реалити-шоу уже во второй раз. Впервые появившись на знаменитой телестройки, она не привлекла к себе должного внимания, в первую очередь из-за слабого партнера в отношениях. Однако сейчас все иначе. Несмотря на то, что расти Илери в рамках проекта больше некуда, девушка не устает вспоминать свои достижения за периметром. По словам Фрост, живя в Киеве, она была успешной фотомоделью, встречалась с богатыми мужчинами, а также вела свою рубрику на радио. Вот только однажды, побывав на съемках ток-шоу в городских квартирах, Фрост очень захотела вернуться на шоу, где у нее нет карьерного роста. Лебешк Падону готовится отметить свой юбилей. Девушке в декабре исполнится 30 лет. Она хочет его отпраздновать так, чтобы запомнилась на всю жизнь. Сергей Кучеров задумался об уходе с проекта. Мужчина не знает, стоит ли ему оставаться в Москве или лучше уехать в родной город и строить карьеру там, где все схвачено. Юля, конечно же, отказывается ехать на родину к Сереже в Магнитогорск, однако как все будет, покажет только время. Полина Лобанова очень расстроилась из-за того, что новенького Кевина отправили на Сейшелы, ведь у них только начались отношения. Но девушка очень надеется, что ее скоро тоже отправят на Сейшелы. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!